Кандидату в мастера спорта Михаилу Ковалёву на первенстве Нижегородской области по русским шашкам не хватило немного спортивной удачи. Юноша отстал от соперника всего на полшага в дополнительных показателях и забрал серебряную медаль. Сейчас Михаил готовится к первенству и чемпионату России. В категории «Летающие шашки» воспитанник Дворца детского творчества планирует выступать в группе до 20 лет, хотя спортсмену только 15. Я главного соперника Гриши Розенберга выиграл в первом туре, но сильно настраивался, чувствовал, что буду с ним играть в первом туре. Настроился, выиграл, на следующий день расслабился и проиграл человеку, который меня обошёл по личной встрече. Очень обидное поражение, мало учил теорию, потому что последние полгода я учу летающие шашки, которые мы не играли на этих соревнованиях. А их играют на российских соревнованиях среди мужчин, которым я готовлю, чтобы выполнить мастер спорта. Тимур Стегунов тоже не дотянул до первого места. Ему попался очень сильный соперник, чемпион мира, который никому не позволил сыграть в ничью. Как признаётся спортсмен, он не был готов к такому партнёру по игре. Мне не хватило полной подготовки к своему главному сопернику. То есть игра просто, разбор каких-то партий, но не подготовка к нему. У меня вот эта проблема была. Несмотря ни на что, я в любом случае буду играть и буду побеждать на первенстве России. На первенстве Нижегородской области по русским шашкам воспитанники Дворца детского творчества играли в трёх возрастных группах – до 17, до 14 и до 9 лет. Соперники саровчанам достали сильные – воспитанники мастеров и гроссмейстеров Нижегородской шашечной школы. Саровские шашисты показали свой высокий уровень и завоевали шесть медалей из десяти возможных. Лидерами соревнований стали Алиса Рубцова, которая уже пятый год подряд занимает верхнюю ступень педистала, и Дарья Вахрушева – дважды чемпионка Нижегородской области. Не всё так просто. Конкуренция растёт с каждым годом. Соперницы готовятся. Самые мои основные конкурентки – из Нижнего Новгорода. Я занимаюсь с Олегом Григорьевичем. Также я иду по учебникам, занимаюсь по учебникам шашков, играю с программами, играю так онлайн-турниры. Мне очень интересно играть в группе с девочками до 9 лет. Я готова уже сыграть с Катей Мачкаевой, которая в категории до 14 лет. В возрастной категории до 9 лет впервые на первенстве Нижегородской области отличился Егор Давыдов. Вместе с Екатериной Мачкаевой он принёс в копилку команды «Сарова» бронзовую медаль. Эта медаль не дорога, потому что это моя первая медаль в Нижегородской области. У нас выложилась с девочкой одинаковое количество баллов. Но я сыграла с более слабыми цеперниками, и коэффициент у меня оказался выше. Третье место – достаточно хороший результат. В планах у шашистов подготовка к следующим соревнованиям – первенству и чемпионату России. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.